Игромир. 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 Это World of Warplanes, закрытая бета. Для всех желающих, кто еще туда не попал, есть уникальная возможность прийти сюда и прямо на Игромире насладиться замечательной игрой. Мы разыгрываем каждый час по два ноутбука. Лучший игрок часа наших двух проектов World of Tanks и World of Warplanes имеет право получить замечательный ноутбук. Большой, хороший, игровой. Игромир отметился и другими премьерами и рекордами. Впервые в истории выставки здесь происходит презентация игровой приставки на Восточной Европе. Это премьера Wii U, новая приставка от Nintendo. Впервые в России люди могут поиграть на нашей выставке. В этом году компания ML.ru очень рада представить на Игромире две своих очень громких премьеры. Во-первых, наша игра Warface, уникальная действительно на российском рынке. Это онлайновый шутер, который сделан на мировом некачестве. Игра Warface, которая была запущена только в марте этого года, на прошлой неделе буквально имела показатель 55 тысяч людей онлайновых, одновременно игравших в игру. Это рекорд для игр подобного жанра в России, абсолютный. Мы надеемся, что это далеко не предел. Ну и, наконец, второе, это наша новая премьера. Это игра Dragon Nest, уникальная совершенно ММО, многопользовательская РПГ, которая основана на сражениях и на общении. То есть это какой-то уникальный микс, которого до этого на российском рынке, в принципе, не было. Оборот российской игровой индустрии в этом году перешагнул рубеж в миллиард долларов. Игры стали качественнее и доступнее. Требования к аппаратному обеспечению продолжают расти. А значит, геймерам будут требоваться не мобильные девайсы, а сверхмощные игровые ПК. Спрос сейчас очень огромен. Конечно, спрос на разного рода компьютерное развлечение, он несколько был потеснен развитием различных мобильных платформ. Это и смартфоны, и планшеты. И, тем не менее, во многие игры, во многие жанры невозможно играть ни на чем другом, кроме как на ПК. По подсчетам экспертов, российский игровой рынок составляет пока 1% от мирового. Для сравнения, американский – это около 30%. Так что нам еще есть куда расти. Янухорская, Галина Кашникова, специально для Синьюс ТВ.